Эльдар Элисон спрашивает, можно узнать, что означают три природы? Три природы, это, можно так сказать, если относятся к телу человека, это значит его жизненные принципы. Первый принцип, который даёт нам пространство, в котором мы живём, это называется слизь. То есть это тело, физическое тело, вот это вот объём, который должен жить. Значит, тело, вторая природа, это тепло в этом теле, в этом объёме пространства, для того, чтобы происходили все эти жизненные реакции, что-то там разлагалось, что-то там сгорало и так далее. То есть в смысле пищеварение шло, иммунитет. И это третий, значит, то, горячее это будет желчь. И, наконец, движения, которые есть у нас в теле, циркуляторные все эти процессы, перистальтика, умственные процессы, насколько мы быстро соображаем, насколько мы быстро реагируем, насколько мы быстро бегаем и так далее, и тому подобное. Насколько у нас идёт обмен веществ, это всё ветер, так называемый, жизненный принцип ветра. И вот эти все три вместе, значит, объём, обогрев и, значит, движение, всё это в нашем теле. И вот, когда мы начинаем исследовать человека и подходить, допустим, с точки зрения питания, современное питание, оно только учитывает белки, жиры, углеводы, как там что-то взаимодействуют и так далее. Но, по древним мировоззрениям, они даже это не считали, не знали и считали это неважным, насколько там жиров, белков, углеводов там есть, они считали по-другому. Насколько это может подстегнуть процессы роста, то есть массы тела. Либо насколько продукт может обогреть наше тело, либо насколько он может его остудить, либо насколько он может придать движение в нём. Потому что все думают, если вот посмотреть на человека, на человека мы смотрим, да, то любая болезнь, она выражается, допустим, ожирение, вес набрал. А, допустим, какие-нибудь проблемы там с пищеварением, особенно его там ухудшение, это процессы желчи, тепла, мало огня пищеварительного, надо его добавить. Либо наоборот, много огня пищеварительного, надо его притушить. Много огня, язвы, пожалуйста, пошли. По желудочно-кишечному тракту и далее уже там покровить. И, наконец-таки, у нас, допустим, ага, запор с движением проблемы. Значит, надо его добавить, это атонический запор. Опа! Спастический запор. Много движения, надо его притушить. Значит, для этого применяются какие-то такие слизистые отвары. Понимаете, всё раньше совсем по-другому. Ну, медицина была в течение тысячелетий. А это последнее, тут они полезли в клетку, ещё что-то там. То есть, они залезли в какую-то мелочь, а забыли взглянуть на целое. И не понимают, они копаются там, вот что-то внутри, то и всё. А результата там нету. Потому что на общее никакого внимания нету. Так что, вот, три природы, если я так понял, три природы, вот, жизненных принципа, три жизненных принципа. В свою очередь, три жизненных принципа состоят из первоэлемента пространства, первоэлемента движения, огня, значит, воды и земли. Вот они комбинируются, и получается жизненный принцип. Значит, слизи, желчи, ветра. По-индусски, капха, пита, вата. Всё это я в своих книгах разжевал. Я был первым, который с непонятного индусского языка это всё перевёл на понятный.